Международный сочинский фестиваль Ну что ж, подведем небольшой итог За плечами у нас уже прошел первый турнир Где был выявлен один победитель Сейчас у нас финал И мы узнаем, кто же у нас станет победителем Второго турнира, второго сезона Проекта «Фестивальная разминка» С удовольствием представляю участников нашего финала Команда КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого Город Тверь Команда, которая блестяще выступила в отборочной игре Команда КВН «Мальчишник» Город Армавир Также команда-победитель своей отборочной игры Команда «Доброжелательный роман» Санкт-Петербург Еще одно яркое удачное возвращение Команда КВН «Вятка» Город Киров Ну и победитель прошлого фестиваля Проекта «Фестивальная разминка» Русская дорога Город Армавир Представлю членов нашего жюри Чемпион 2017 года Капитан Команда КВН «Спарта-Намад» Данияр Джумадилов Его лучший друг Чемпион 2016 года В составе Команда КВН «Азия Микс» Ростислав Ященко Чемпион 2015 года В составе Команда КВН Сборная Комензиакского края По КВН Денис Дорохов Мой друг Финалистка сезона 2012 года В составе Команда КВН «Раицы» Ксения Корнева Ну и вице-чемпион образца 1987 года Капитан Команда КВН Московского химико-технологического института Михаил Марфин Ну что ж, уважаемые команды Схема турнира у нас не меняется Как и говорилось ранее У нас ждет три раунда Первый раунд у нас классический Где команда задает свой вопрос Имея при этом свой ответ Второй раунд у нас раунд жюри И подытожить все Третий раунд Вопросы из зрительного зала Правила вам всем известны Ну что ж, давайте Всем хорошего настроения Аплодисменты И мы начинаем Прошу, Плюшкин Ваш вопрос Всем добрый вечер Как намекнуть девушке Что у нее лишний вес Ну немного слов информации Пока команды думают Плюшки у нас является победителем Первого турнира И если они блестяще выступят Сегодня здесь В этой финальной игре То может быть И нам не понадобится Играть Блиц-турнир А пока отвечает Санкт-Петербург Повторяйте Как намекнуть девушке Что у нее лишний вес Дорогая, выйти из лифта Пожалуйста Спасибо огромное Питеру Итак, мальчишник Как намекнуть девушке Что у нее лишний вес Ну скажи Ты моя малышище Спасибо Армавиру Повторите, пожалуйста Для Вятки Как намекнуть своей девушке Что у нее лишний вес Переспать ее ногой Бушую в форме Будут ли еще варианты Тогда прошу Свой вариант Как намекнуть девушке Что у нее лишний вес Все очень просто Надо на бумажечке написать Ты толстая Свернуть ее Отдать ей И сказать Это ты тоже сожрешь Спасибо, Плюшкин Двигаемся дальше Пожалуйста Вопрос, мальчишник Здрасте Ну вопросик у меня такой Почему у меня раньше дома был Мед, молоко, колбаса А сейчас нет-нету Повтори, пожалуйста Для Вятки Почему Страшно с тобой стать Почему у меня раньше дома был Мед, молоко, колбаса А сейчас нету У тебя дома немцы Спасибо, Дмитрий Че скажешь? Привет, Леша Я знаю, как ты выглядишь в жизни Я забью? Да Почему Раньше у меня дома Ну ты помнишь Был мед Колбаса Молоко А сейчас этого всего нету Потому что раньше был Советский Союз Ты че Я не настолько старый Для Плюшек Повтори, пожалуйста Почему у меня раньше дома был мед Колбаса Молоко А вот сейчас нету этого всего Ну всему есть конец Ну давайте еще попыточку Санкт-Петербург Вот почему у меня раньше дома был мед, колбаса, молоко А сейчас нету этого всего Ну а зачем ты проводил домой медведя, кота и кота Давайте свой вариант ответа Да, вот раньше, если честно, прям хорошо было Дома был мед, молоко, колбаса Это потом соседи забор поставили, конечно Переходим дальше Паша, Пашу Питеру задавайте вопрос Удивительное рядом Почему женщин в теле называют роскошными? Повторите для ветки Почему женщин в теле называют роскошными? Потому что она за раз кошку съедает Вот сразу видно, Буршуев отдохнул Набрался сил И вот, вышел бомбить Будут ли еще варианты? Ну давайте, мальчишник Почему женщин в теле называют роскошными? А где ты видел женщину без тела? Спасибо Ну раз, два Пожалуйста, давайте свой вариант ответа Почему женщин в теле называют роскошными? Потому что они размером с Екатерининский дворец На знание материала, скажем так Двигаемся дальше Да, Дмитрий, будьте добры Если не уверен, не читай Где легче заблудиться? В чаще или в реже? Повторите для Питера Где легче заблудиться? В чаще или в реже? Простите, я не по теме Вам генерал-алкоголь нужен еще? Нет, не нужен Плюшки, прошу, ваш вариант Где легче заблудиться? В чаще или в реже? Вы в сезон идете, да? Ну давайте тогда ваш вариант Где легче заблудиться? В чаще или в реже? И по этому поводу сценка Значит, случай в чаще Ты будешь дуб Ты береза Ну а ты липа Липа ты Ну финал Понятное дело Все в напряжении Давайте прошу Армавир, да Ваш вариант Ваш вопрос В Армавире 1 января На остановке Был замечен король ночи Который забирал Двух мертвых ходоков А в каком костюме Вы встретили Новый год? Повтори, пожалуйста, до пиццера А в каком костюме Вы встретили Новый год? Я в своем, в свадебном Вятка А в каком костюме Вы встретили Новый год? В костюме Ди Каприо В костюме лошади А в каком костюме Вы встретили Новый год? У тебя там за кулисами дядя приехал, костюм твой привез. Хорошо, это было здорово. Это не мой. Будут ли еще варианты? Раз, два. Ну давайте свой. А в каком костюме вы встретили Новый год? Я в костюме Адама, чуть не умер от холода. Ну помню. Спасибо. Ну что ж, это был первый круг. Давайте второй круг. Плюшки, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Всем добрый вечер. Нам в сезоне высшей лиги на одной из стадий вырезали коп. Это конкурс одной песни для телеэфира. И нам бы сейчас хотелось узнать, почему. В конце сезона яркий свет. Это финал. Финал, в котором я команду придал. Еще под кожей бьется пульс, будто бегу. Я, может, больше не вернусь, а, может, выйду посмотреть оценки. Сезон оконченный. Сезон оконченный у нас. Я, может быть, играть. Извините, ответов не надо. Мы просто поняли, что он не смешной. Спасибо. Сразу видно, что финальная игра. Пошли нечестные ходы. А нам как-то вырезали сезон. Извините, а можно мы заберем? У нас в регионалке прям болтом будет. Спасибо огромное. Давайте, наверное, пойдем дальше. Мальчишник, ваш вопрос. Ну, вопросик простой на самом деле. На что вы готовы ради КВН? Плюшки. На что вы готовы ради КВН? Чтобы вы понимали, мы на финале были в гримёрке с тигром и верблюдом. Разлучился, что ли? Я не мешаю тебе? Не-не-не, я нормально. А на что вы готовы ради КВН? Спица, колесо, велосипед. Да, Богдан, мы идем в высшую лигу. Вот теперь точно свой вариант ответа. На что вы готовы ради КВН? Ну, я из-за бейджика целую семью вырезал. Ну, нет у меня фотографий, где я один просто. Задают вопрос Питер. Мало кто знает, но в Санкт-Петербургских секшопах в углу на стульчике сидит бабушка, которая знает все о представленной экспозиции. А кем работают ваши родственники? Повторяйте. Значит, мало кто знает, но в Санкт-Петербургских секшопах в углу на стульчике сидит бабушка, которая знает все о представленной в зале экспозиции. А кем работают ваши родственники? Ну, у нас сейчас родственники в основном на Первом канале светятся. В Санкт-Петербургских секшопах в углу на стульчике сидит бабушка, которая знает все о представленной в зале экспозиции. А кем работают ваши родственники? Тут такое дело. У меня 10 лет назад бабушка уехала в Питер на заработки и присылает достаточно неплохие деньги. В странных вещах, правда. У нее есть родинка вот здесь? Ее вывели. Благодарю. Вятка. Мало кто знает, но в Санкт-Петербургских секшопах такой рекламы никогда в этих ребят не было еще. В Санкт-Петербургских секшопах на КВН-ТВ была же такая реклама уже? Нет. В углу вот так же сидит, делает бабушка, которая знает все о представленной в зале экспозиции. А кем работают ваши родственники? Слесарь и стоматолог. Да, мне не так повезло, как Сан Санычу. Ну, давайте еще раз попробуем. Мало кто знает, но в Санкт-Петербургских секшопах в углу на стульчике сидит бабушка, которая знает все о представленной в зале экспозиции. А кем работают ваши родственники? У меня папа за радио Свобода играет. Слесарь и стоматологический секшоп в углу на стульчике сидит бабушка, которая знает все о представленной в зале экспозиции. А кем работают ваши родственники? Папа Бористо, мама Барвеста. Мы тоже в сезон идем. Благодарствую. Спасибо огромное. Прошу, сейчас задает вопрос Вятка. Продолжите поговорку. Сделал дело, гуляй смело. Не, я думаю, что это... Дима, повтори, пожалуйста, уже есть варианты. Сделай дело, гуляй смело. Пока рак на горе не свистнет. Это был вариант мальчишника. Сделай дело, гуляй смело. Давай еще раз. Сделай дело, гуляй смело. Олег. Сейчас немножко по-другому уже в КВН играют. Есть свой вариант или он попал? Похоже, ты прав. Спасибо. Ну и давайте и подытожить первый раунд. У нас последний вопрос от «Русской дороги». В Армавирском зоопарке совершенно не на кого смотреть. Недавно уволилась последняя симпатичная кассирша. Как теперь привлечь публику? Повторяй. Как теперь привлечь публику? Ну не знаю, попробуйте обезьянку на дирижабле пустить. Пробовали. Будут ли варианты? Раз, два. Давайте свой вариант ответа. В Армавирском зоопарке совершенно не на кого смотреть. Недавно уволилась последняя симпатичная кассирша. Как теперь привлечь публику? Ну, судя по всему, придется опять поджигать. Ну что ж, все. На этом все. Первый раунд у нас закончил. Хотелось бы, чтобы зрительный зал похлопал командам за их старания. Мы обращаем свой взор в сторону жюри. И настало время вынести оценки. Напомню, максимум за этот раунд 5 баллов. Давайте в порядке, как стоят у нас команды. Прошу оценки плюшки. 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов. Дальше. Мальчишник Армавир. 4, 5, 5, 4, 4. Доброжелательный Роман, Санкт-Петербург. 3, дорогов. 4, 4, 4, 4, 4. Спасибо. Вятка. 4, 5, 5, 4, 5. Ну и русская дорога Армавир. 3, 4, 4, 4, 4, 4. Постарайтесь, пожалуйста, ребята. Несколько слов и итог первого раунда. Будьте здоровы. Спасибо. Вот. Ну что, ну круто же. Ну правда же. Вообще круто. Очень круто. За все оценки, которые я поднимал, ответить могу, пацаны. Перед каждым. Вот. Ну плюхи были мощные. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, плюшки 5, мальчишник 4, 4, доброжелательный Роман 3, 8, вятка Киров 4, 6, русская дорога 3, 8. АПЛОДИСМЕНТЫ Нормально. Претензий нет. Переходим ко второму раунду. Вопросы от жюри. Начинаем с классического. Кто у нас первый? Всем здрасте. АПЛОДИСМЕНТЫ Что можно подарить на День Святого Валентина девушке, чтобы 100% нарастаться? Пожалуйста, повторяйте. Что нужно подарить девушке на День Святого Валентина, чтобы 100% нарастаться? Хороший удар справа. АПЛОДИСМЕНТЫ Плюшки не останавливаются. Друзья, я напомню, что главный приз нашей фестивальной разминки это проживание всей команды на весь период Сочинского фестиваля. Мотивация излишняя. Давай. Что нужно подарить девушке на День Святого Валентина, чтобы 100% нарастаться? Какое-нибудь необычное заболевание. Русская дорога. Что нужно подарить девушке на День Святого Валентина, чтобы 100% расстаться? Собаку. Чихуахуа. Но дохлую. Чуть-чуть передохнем и перейдем ко второму вопросу. Музыкальный вопрос. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб... Вам необходимо смешно продолжить эту песню. Прошу, Петербург. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб... Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб... Тебе пусто было. Будут ли еще варианты? Ладно, дальше. Давайте все, двигаемся дальше. Спасибо огромное, Деньяр. Переходим к третьему вопросу. Да, у меня будет ответ. У команд я попрошу задать мне вопрос. Итак, мой ответ. Зато мне приз дали. Точно надо было так стричься? Зато мне приз дали. Мальчишник. Я 15 тысяч в тире оставил. Зато мне приз дали. Выставка, конечно, была собачья. Зато мне приз дали. Это... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, мне кажется, лучше уже не будет. Спасибо королям кинологического юмора. Давайте, наверное, перейдем к оценкам. Максимальная оценка в этом раунде — 4 балла. Кто-то шутил хорошо. Кто-то вот очень два раза хорошо шутил. Ну, то есть вы смотрите сами. Я ни на кого не намекаю. Давайте. Первыми были плюшки. Тверь. Два. Три. 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 Четыре. Так. Так. Дальше прошу оценки. Мальчишник. Два. 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 Три. Три. Школьный аттестат. Прошу. Романы. Санкт-Петербург. Три. Четыре. Три. Четыре. Три. Дальше. Вятка. Два. Три. 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 Ну, и «Русская дорога». Все судьи. Четыре балла. Тем интереснее будет подвести итог, промежуточный итог второго конкурса. Кто это сделает? Да. Прошу, Ксения. Я все, я не могу разговаривать, не могу ничего. Больше, ну, правда, не будет смешней. Давайте просто оценки. Я пойду домой. Средний балл за второй раунд. Мальчишник. Две целых четыре десятых балла. Вятка Киров. Две целых восемь десятых балла. Плюшки. Три балла ровно. Доброжелательный роман. Три целых четыре десятых балла. А «Русская дорога». Четыре балла ровно. Напряжение растет. У нас остался третий раунд, который, собственно, и решит итог нашей финальной игры. Напомню, сейчас вопросы задают у нас из зрительного зала. Будьте добры, представьтесь, как вас зовут. Добрый вечер. Дмитрий Москвич. Хорошо. Очень здорово. Давайте ваш вопрос. Спасибо. Да, я извиняюсь за долго вступление, но вот на прошлой игре я задал вопрос, что одна девушка назвала меня семь раз за день очень смешным, а потом я спросил, на что я могу рассчитывать. Да, так вот, она мне сейчас написала, ты очень смешной, но теперь ничего. Помогите, пожалуйста, подскажите, как я могу исправить положение. Богдан, ты прямо на очень рассчитывал. Подскажи, пожалуйста, как я могу исправить положение. Скажи, что шутку «Русской дороги» про собаку ты придумал. Все, спасибо. А нет, ну давайте, а нет, давайте все-таки попробуем армавир. Хлопый пил. Как мне исправить положение? Радуйся. Она сказала, что ты смешной. Ты же за этим сюда приехал. Спасибо огромное вам. Давайте. Здравствуйте, молодой человек, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Владимир Владимирович, я из Владимира. И у меня вот такой вот вопрос. Представьте, что если бы свинка Пепа встречалась с вороной, и у них бы родились дети, каким бы гриппом они болели? Может быть, вы просто Володе, а не Владимир Владимирович будете представляться. Так будет, наверное, честнее. Повторите, пожалуйста, для плюшек. Все, повторите. Можно полностью. Не, давай так, сокращенно. Представьте, ворону бы влюбилась в свинку Пепу. Потом они начали встречаться. Потом у них родились дети. А потом бы они заболели. Каким бы гриппом они болели. Честно говоря, никогда не думал, что Владимир Владимирович такой вопрос задаст. Будет ли тяжело? Спасибо огромное, Владимир Владимирович из города Владимира. Переходим к этому микрофону. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Вадим, город Ковров. Хорошо, давайте. Вадим, ваш вопрос. Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Это единственное, что у него осталось. Повторяй. Мой кот постоянно мне показывает... Я Вадим из города Коврова. Я Дмитрий из города стиральных машин. Здрасте. Да. Теперь? Можно, да? Да. Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Верни ему язык. Плюшки. Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Может быть, он Эйнштейн. Повторяй. Повторяйте для Питера. Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Радуйся. Твой кот силен в пантомимах. Дорога прошу. Мой кот постоянно мне показывает язык. Почему? Проверь пульс. Может, он сдох. Все. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Из какого города? Ваше любимое блюдо? И задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Альберт. Город Сочи. Выступаю за Москву. Команда КВН Господамы. И такой вопрос. Все мы знаем, что у Капитал Шоу Поле Чудес есть музей, в котором чего только нет. А назовите, что бы было в музее любой другой известной телепередачи. Ну, может, КВН. А может, голые смешные. Не знаю. Вы что, думаете, КВН чего-то не хватает? А, это на команды должны ответить. Хорошо. Давайте подождем. Повторяйте для плюшек. Полностью? Да. Хорошо. Все мы знаем, что у Капитал Шоу Поле Чудес есть музей, в котором чего только нет. А назовите, что было бы в музее любой другой известной телепередачи. В музее КВН Писаренко стоит. И все. АПЛОДИСМЕНТЫ А, давайте. Здравствуйте. Настя, город Воронеж. Скажите, пожалуйста, если Аллегрова императрица, то кто тогда император? Если Аллегрова императрица, то кто тогда император? АЛЛЕГРОВ Здравствуйте, девушка. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьте себе, как ваша фамилия, почему вы здесь? Это моя жена. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Маша, и я пытаюсь создать команду «Сборная жен». Но мой муж — редактор, и он против. Помогите. Вот прямо здесь это надо было задать, да? То есть дома ты постоянно мне этот вопрос задаешь, и здесь ты еще приехала. Здравствуйте. Меня зовут Маша, и я пытаюсь создать команду КВН «Сборная жен». Но мой муж — редактор. Помогите. Так ты просто в Уралку не иди, да и все. Я пытаюсь собрать команду КВН «Сборная жен», но мой муж — редактор, и он против. Помогите. Если я тебе помогу, он нам поможет. Мария, когда вот задаете вопрос, вот так вот не шатаетесь. Вот строго сюда говорите, давайте. Я только учусь. Вот рано. Давай. Начинайте. Добрый вечер, меня зовут Маша. Я пытаюсь собрать команду КВН «Сборная жен», но мой муж — редактор, и он против. Помогите. Макс, ну зря ты так. КВН — это семейное дело. Мария, повторите для Дмитрия. Меня зовут Маша, и я пытаюсь создать команду КВН «Сборная жен», но мой муж — редактор, и он против. Помогите. Да он свою команду собрать не может. Вон, Миша у нас стоит. Раз. Два. Спасибо вам огромное за ваш вопрос. Давайте еще раз поаплодируем нашим командам, которые сражались достойно в этой последней финальной игре. Итак, напомню, уважаемые жюри, что максимум на этом этапе за этот раунд — 3 балла. Все команды боролись, все сражались очень сильно. От вас все зависит. Так, давайте первыми по протоколу оценки «Плюшки». Тверь. Все судьи — 3 балла. Секундочку дальше. Мальчишник Армавир. 2-2-2-3-3. Спасибо. Доброжелательный Роман, Санкт-Петербург. 2-3-2-3-3. Вятка. Киров. 2-2-2-3-3. Ну и оценки «Русская дорога» Армавир. 2-3-3-3-3. Ну что ж, перед тем, как озвучить, наверное, цифры, давайте подведем итог. Кто? Михаил Наумович, вы, да? Друзья, аплодисменты. Михаил Марфин. Друзья, я боюсь, что у меня самое потрясающее ощущение из всех, кто находится сейчас в этом зале. И знаете почему? Потому что, ну сколько вы видели разминок? Когда вы в них начали играть? А я вот увидел первую там между Гусманом и Рыдзиевским, знаете, в детстве. Плохо помню, но помню, что смеялись иногда. А потом, в 86-м году я в них начал играть. И после этого увидел огромное количество. Друзья, я ответственно заявляю, я никогда в жизни не видел такой разминки. И из этого я делаю вывод, что, понимаете, ту цель, которую мы год назад перед собой поставили, мы в определенной степени достигли. Во всяком случае, мы доказали, да, все вместе, ну как мы, вы доказали сегодня особенно, что разминка возможна, что она есть и будет. И чем дальше, тем лучше. Вот что восхитительно. В общем, браво, браво, ребят. Это... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь результаты. За третий раунд команды «Мальчишник» и «Вятка» получают по 2,4 балла. Доброжедательный роман «Санкт-Петербург» получает 2,6 балла. «Русская дорога» «Армавир» получает 2,8 балла. И «Плюшки» имени Ярослава Мудрого получают 3 балла ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, дамы и господа, мы поздравляем команду КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого, которые сегодня одержали блестящую победу во втором турнире, в первом турнире и становятся автоматически победителем всего проекта второго сезона «Фестивальная разминка». Ваши аплодисменты. Они получают главный приз – это проживание в гостинице «Жемчужина» на весь период фестиваля. И еще раз аплодируем «Стойе» «Плюшки» имени Ярослава Мудрого, победителя второго сезона. А мы с вами прощаемся ровно на год и через год уже увидимся снова здесь, на этой сцене, на фестивале в Сочи. Любите КВН, играйте в КВН. Всем хорошего настроения. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!